Сегодня Харцизскую приемную общественного движения Донецкая Республика с рабочим визитом посетил представитель Министерства промышленности и торговли ДНР. Детали приема, который провел начальник Департамента административного управления ведомства, в материале Оксаны Ветровой. На прием к начальнику Департамента административного управления Министерства промышленности и торговли ДНР Александру Горбаню сегодня пришла целая делегация харцизян. Все они – бывшие сотрудники завода «Армлит Донбасс» и всех их беспокоит судьба родного предприятия. В октябре 2017 года производство на «Армлите» было остановлено и по сей день завод не работает. У предприятия «Арестованный счета» образовалась миллионная задолженность по заработной плате. О бесконечных и безответственных обещаниях собственника запустить производство, о заводских цехах, которые со временем приходят в упадок, обо всех своих тревогах, обидах и переживаниях харцизяне пришли поделиться с представителем профильного ведомства. Приемы в общественное движение Донецкой Республики уже неоднократно проводились в городе Харцизке с моим участием. Сегодня на приеме присутствовали бывшие работники и работники, которые сейчас продолжают трудовую деятельность на предприятии «Армлит». Да, у людей масса вопросов, связанных с запуском предприятия, с задолженностью по заработной плате. Министерство промышленности и торговли со своей стороны ведет переговоры с собственником предприятия для того, чтобы все-таки запустить данные предприятия, которые важны для экономики Республики. Все варианты рассмотрим, которые могли бы поспособствовать запуску данного предприятия. Обещание собственника завода, что вот-вот будет выплачена задолженность по зарплате и вот-вот заработает производство, работники «Армлита» слышали неоднократно и уже не верят им. Но ввести на заводе, по примеру, других предприятий Республики внешнее управление, по словам Александра Горбаня, невозможно, так как предприятие принадлежит частному лицу и находится в юрисдикции ДНР. И только владелец может запустить оборудование, что на сегодняшний момент представляется делом маловероятным.